Реутовчане впервые в этом году будут платить налог на имущество по-новому. Если раньше его рассчитывали по инвентаризационной стоимости, то теперь по кадастровой. Она близка к рыночным ценам на жилье. Владельцы квартир в старых домах, построенных в советское время, почувствуют, что платят больше. Раньше налог начисляли, исходя из возраста и изношенности здания. Теперь же, говорят эксперты, учитывается, что дом находится рядом с Москвой, а не на окраине Подмосковья. Размер налога в Реутове на квартиры стоимостью до 300 миллионов рублей составляют 0,1% от кадастровой стоимости. На жилой дом, гараж или машина-место 0,3%. При этом налогом будет облагаться не все помещения. Например, на квартиру положен налоговый вычет, 20 квадратных метров не будет облагаться. На комнату 10 квадратных метров не будет облагаться налогом. На жилой дом 50 квадратных метров. То есть, если площадь квартиры 50 квадратных метров, налог начислят на 30 квадратов, а платить его необходимо до 1 декабря. После начнут набегать пение. При этом льготникам, пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы, а также участникам боевых действий платить ничего не придется. Все льготы сохранены. Но сохранены они на один объект каждого вида. То есть, либо на одну квартиру, на один жилой дом, на один гараж, на одну хозяйственную постройку. Если наш пенсионер, допустим, имеет две квартиры, то вторая квартира, конечно же, будет уже облагаться налогом на имущество. При этом бывают случаи, когда владельцы считают, что стоимость их жилья слишком завысили и в результате с ошибкой рассчитали налог. В таких случаях собственникам квартир советуют обращаться в специально созданную комиссию по урегулированию споров. И если там на эти решения проблемы не получится, тогда следует обратиться в суд. 26 риотовских школьников получили именные стипендии губернатора Московской области. Каждый из них показал выдающиеся способности в искусстве, спорте и науке. Причем самое большое количество лауреатов отметили за достижения в исследовательской работе. Все награжденные неоднократно побеждали в важных спортивных соревнованиях, музыкальных конкурсах и олимпиадах, в том числе и международных. Некоторые школьники получают стипендию не первый раз и уже знают, куда потратят денежную премию в 27 тысяч рублей. Мне посчастливилось участвовать в замечательном конкурсе «Юные таланты Московии», на котором я взяла первое место. И за это мне дали премию. Она мне очень помогла, она дала мне веру в себя, и я купила себе наконец-то настоящее фортепиано. Я тоже стала рядом областного конкурса «Юные таланты Московии». И, к счастью, это было очень неожиданным сюрпризом для меня, эта премия. И я коплю на подкурсе Мерзляковского училища, чтобы достойно поступить и сделать себе будущее. Многие из них получают такую высокую награду на уровне области уже в третий раз. Это, конечно, очень и очень почетно. И эти дети просто нам дороги. Мы их, конечно, очень ценим и всегда им говорим спасибо. В Риотове отметили 125 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы в Подмосковье. Лучших офицеров службы исполнения наказания сегодня наградили благодарственными письмами и присвоили внеочередные звания. Сегодня в составе УФСИ находятся 11 следственных изоляторов и 6 колоний. Такого количества нет ни в одном российском регионе. Сейчас это такой мощный комплекс, состоящий из 17 учреждений, в котором работают добросовестные, наверное, самые добросовестные люди, исполняют свои обязанности. Идет. Ну, как понимаете, служба такая нелегкая идет. И мы вот этот праздник хотим посвятить, показать, что они значимы для государства, показать ту заботу, которую проявляем, как для лиц, находящихся в местах лишения свободы, так и для сотрудников. Отмечу, в конце ноября служба исполнения наказания переедет из Москвы в Риотов и будет располагаться в здании на улице Победы. Чужие тайны могут быть опасны. Это слоган нового триллера «Девушка в поезде». В главной роли несравненная Эмили Грант. Однажды учитель заметил, что я умею перевоплощаться. Словно у меня есть тайна. Каждый день поезд проносит Рейчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная, на первый взгляд, пара. Но однажды идиллия разрушится. Прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. Я видела ее из окна поезда. А рядом был мужчина. Рейчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна то, что было скрыто ото всех. Что произошло тогда в туннеле? Скажи мне правду. Порадует на этой неделе российский кинематограф «Молот». Так называется новая спортивная драма о настоящих победителях. Ты сильный. Ты же знаешь, что я всегда буду рядом. В шаге от чемпионского титула карьеру «Молота» перечеркивает страшная авария. Отныне любой поединок может стать для него последним. Но когда под угрозой оказывается его любовь, он доказывает, что «Молотом» его прозвали не только за сокрушительный удар. Или ты ляжешь. Или ее убьют. Настоящий боец на ринге в жизни. Он продолжает борьбу даже в центре паутины лжи и предательства. Рискуя всем, он идет напролом, чтобы спасти себя и свою возлюбленную. Я тебя не отпущу больше никуда. Никогда. Юных кинозрителей порадует новый экшен «Большой собачий побег». Настоящее приключение от испано-канадских мультипликаторов. Ози, мы едем в Японию! Ози с нами нельзя. Что? Можно же оставить его с кем-то. Жизнь беспечного Бигля Ози переворачивается с лап на голову, когда, отправляясь в отпуск, семья Мартинов отдает его в элитные спаты для собак. Попрощайся со своей семейкой. Но хозяева не могли представить, что это всего лишь ловушка, и их любимец окажется в настоящей собачьей тюрьме. Что это? Добро пожаловать в настоящий блюк-рик. Это твой дом. Я здесь по ошибке. Теперь тебя зовут номер 463. Чтобы прорваться через суперсистему охраны излющих сторожевых псов, Ози вместе с такими же бедолагами, как он, должен будет спланировать самый хитроумный и дерзкий побег в истории. Думаешь, у нас получится? Что? И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся через неделю. Смотрите кино. В этом году Реутов вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь искусства». 4 ноября в Молодежном центре покажут песочное шоу «Сказочные истории». А вот реутовчане, решившие прогуляться в этот же день в городском парке, смогут услышать записи стихи Ахматова, Есенина, Блока, Мандельштама и других поэтов Серебряного века. Читают произведения известные актеры. Там будут транслироваться стихи поэтов Серебряного века. Также всех гостей на сцене будет встречать Сергей Есенин, полный рост. На сцене будут развешаны цитаты из любимых, знаменитых и, может быть, даже неизвестных стихов поэтов Серебряного века. Все это состоится 4 числа и также 5-го останется для того, чтобы жители, когда будут приходить гулять в парк, могли насладиться стихами. Снегопады сегодня продолжат испытывать реут овчан. Возможно, порывы ветра до 18 метров в секунду. Дороги покроются ледяной коркой. При этом будет пасмурно. Температура воздуха в дневные и ночные часы составит около 0 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует...